Попал на вечеринку, где все гости были в стрёмных костюмах в одной огромной жёлтой спальне. Пожалуй, нет. Пожалуй, я просто должен это забыть. Всем привет! Мы продолжаем играть в Sims 3. Поехали, детка геймер! Я прям даже не выключала игру и, собственно, остановила её на том, что Боб собирался на костюмированную вечеринку, которая состоится через 44 минуты. Пулина будет спать дома, Сомер, конечно, будет молчать, хотя я только что научила её говорить, но она будет молчать. И где будет проходить вечеринка? Ищем вечеринку, где нас ждут, где нас ждут. Да нас, в принципе, ждут везде и всегда, но нам нужно найти именно того человека. Да, я на месте. Боб приехал, а вечеринка началась. Костанца, впусти меня в дом, пожалуйста. Боб приехал, но его не пускают. Почему? О, а вон та самая собачка, которая чуть в бассейне не утонула. Мне пришлось даже на ней следить, чтобы с ней всё нормально было. Ну, всем здрасте. Ух ты, красивая какая гостиная. Давай-ка вот тут сфоткаемся, Боб. Как истинные идиоты. Ой, Костанца, прости, пожалуйста. Я случайно удалила твой ковёр. Боб, что с твоим лицом? Что это было? Вы это видели? Типа такой хороший. А Паулина-то дома оставил. Кто там издаёт странные звуки? Пора знакомиться. Здрасте, здрасте. Вы кто? Чанцен Эммо Перри. Они нашли друг друга, не будем им мешать. Кто у нас тут ещё есть? Ещё есть Паулина. Жена, ты что здесь делаешь? Ты же должна была спать. И почему ты в костюме домохозяйки? Что вы здесь делаете? Здравствуй, жена. Ты знаешь, я должен был пойти на вечеринку и тебе не сказал. Но только ты каким-то образом оказалась на той же вечеринке, что и я. Всё, у меня просто взрыв мозга. Подождите, у неё что, двойник? Наша Паулина вот лежит и смотрит в камин. Она раздвоилась, ребят. Это какой-то глюк. Не пугайте меня так. Пожалуйста. Паулина, скажи мне, что у меня не галлюцинация, что я нормальный человек. Скажи мне, что я в своём уме. Почему у тебя вдруг внезапно появился двойник? Это наказание за то, что он пошёл на вечеринку без неё, да? Я не хочу с тобой разговаривать. Ты, наверное, мой глюк. Поэтому я, пожалуй, пойду. Надо как-то избавиться от этого привидения Паулины. Ой, ребята, вы меня пугаете. Почему-то все гости собрались в одной спальне в странных костюмах. Чё-то мне как-то это не особо нравится. Боб, присоединяйся к ним давай. Общаться-то надо, а то ты какой-то социофоб. Почему вдруг выключился свет? И почему все думают о детях? Это самая странная вечеринка, на которой я когда-нибудь была. Пора бы, наверное, вернуться к настоящей Паулине. Боб, возвращайся домой. Тебе нужно рассказать Паулине про тот ужас, который с тобой случился на вечеринке. Что ты каким-то образом попал на вечеринку, где оказался её двойник, и где все гости были в стрёмных костюмах в одной огромной жёлтой спальне с ребёнком. Пожалуй, нет. Пожалуй, я просто должен это забыть. Раз уж Сомер выросла, давайте мы возьмём её на прогулку на улицу. Ну что ж, Сомер, добро пожаловать в наш жестокий и нелогичный мир под названием Sims 3. Вот смотри, это единорог. Он чешет спину, видишь? Она идиот, какая прелесть, смотрите. А ты сейчас спялишься на попу единорога. Поэтому давай, наверное, поползём дальше. Это фонтан. И он смотрится очень странно, потому что на улице идёт дождь, а фонтан работает. И главное, мама с папой никак не могут его выключить. Что такое? Почему ты плачешь? Ребёнок, объясни мне, почему ты плачешь. Нет, я просто буду плакать и всё. Давай я покажу тебе окраины. Смотри, это страшный мост. Сомер не может оставаться одна, вызвать няню, чтобы отвезти её домой. Я с ней, так что не парьтесь, всё с ней будет хорошо. Я за ней приглядываю, я показываю ей город Монте-Виста. Как меня бесит эта темнота. У нас же тут не сумерки всё-таки. Сомер, смотри, а это пешеходный переход. Но, естественно, по логике игры он совершенно не должен быть здесь, потому что сюда машины не пускают. Но почему-то пешеходный переход всё равно сюда поставили, видишь? Я знакомлю тебя с нашим миром. А вот ещё один фонтан, который работает в дождь, и ты ничего с ним не сделаешь. Ой, нет, я беру своё слово обратно. Тут машины ездят. Нет, это няня. Сомер, беги. Сомер, беги. Нет, беги, Сомер, телепа... Тебя только что переехала машина. Ты бедсмертный ребёнок. Ты знаешь это? Всё, теперь мы будем бегать от Боба по городу. Скажи, я хочу гулять, отстаньте от меня все. Боб теперь будет вечно ездить за тобой на машине. Давай на остров. Бежим от папы, он сюда никак не приедет. А ты будешь со мной в безопасности, я с тобой смотрю. Всё, здесь тебя никто никогда не найдёт. Ты можешь спокойно гулять и знакомиться с нашим миром. Бедняга. Мне пришлось заставить в час ночи её искать своего ребёнка. Да со мной она, успокойтесь, дорогие родители. Всё с ней будет хорошо. Вау, смотри, какой вид, Сомер, какая красота. Нет, как ты сюда попала, женщина? Мы пытались от тебя сбежать. Что ты здесь делаешь? Паулина, ну оставьте своего ребёнка в покое. Ну хочет она погулять. Ну в чём ваша проблема, а? Не нужно так сильно опекать своего ребёнка. Она же под моим присмотром. Знаете, надо появляться в такую игру, где Сомер не достанут. Может, на стадионе она может сюда телепортироваться? Она может сюда телепортироваться, прикиньте, ребят. Всё, на спортивном стадионе вы точно никогда её не найдёте. Ух ты, смотри, ты одна на огромном стадионе. Считай весь стадион твой, бедный ребёнок. Что я с тобой делаю? Ну ладно, наверное, хватит мучить родителей. Ага, вон они едут. Боб-клубняша, всё, забирай её, Боб. Мне уже надоело, ей пора спать, наверное. Так что я не буду препятствовать вашей встрече. Сомер, мы нашли тебя. Ну-ка домой. Бобу нужно возвращать обратно домой. Вместе с Сомер. Мои хорошие, промокшие. Ну зато Сомер было весело. Ой, какая прелесть. Вы видите это? Всё, Паулина, пофиг на дождь. Скорее беги к цыплятам. Они такие сладкие. Ты посмотри, какие милые. Боже ты мой, какая прелесть. Это же прям цыплёнок. Нужно покормить, с ними нужно играть. Масики. Всё, теперь я точно буду за вами ухаживать. Это моя обязанность. Потому что вы такие милые. Мои зайки, какие вы хорошие. Кстати, Боб уже клёво играет. В прошлом летсплее у Боба выскочила вот такая иконка. Я думаю, это будет отличный финал для этого летсплея. У-у-у, Боб, сейчас твоя мечта сбудется. И телефон звонит. Конечно, без этого никак. Может, вы ответите на телефон? Нет? Ну, наверное, же надо на телефон ответить. Нет? Боб. О, господи, что сейчас будет? Мне так интересно, что сейчас будет. У-у-у-у, ребята. Там же грязь. Ужас какой. У-у-у. Извращенцевы, вот кто. Грязная куча листьев, курицы. Но, Боб, видимо, я сама виновата, что переселила тебя на ферму, и у тебя появились такие мысли. Я думаю, на этом желании Боба мы можем закончить летсплей. Так что, всем пока. До следующего вторника. Кстати, хочу рассказать вам про магазин Skinon.ru, где есть огромный выбор ярких чехлов и виниловых наклеек на любые устройства, даже с ГТА. А рассказываю я вам это потому, что специально для Спилбергов там сейчас действует промокод S8, который дает скидку 10% на все. Специально для вас. Ссылка будет в описании. Она вроде бы должна повзрослеть сегодня, то есть у нее сегодня день рождения. Правда, непонятно в какое время. Сомер, у тебя сегодня день рождения, я тебя поздравляю. Но, к сожалению, ты даже не можешь выбраться из своей койки, поэтому я не знаю, как мы будем праздновать. Я предлагаю поставить сюда торт, что ли. Да.